Эта многоэтажка в Авдотьино введена в эксплуатацию в конце декабря прошлого года. А уже в феврале новые квартиры будут полностью заселены. По словам застройщика, кризисного ажиотажа вокруг новостроек не было. В ноябре-декабре спрос увеличился, но под конец года это вполне обычное явление. В принципе, ничего сверхъестественного, как вы выразите по поводу кризиса, пока не происходит. Мы ждем первого квартала. По итогам первого квартала посмотрим, какая ситуация со спросом на нашу продукцию на квадратные метры. И уже будем принимать решение по увеличению, лишь бы останемся на том же уровне. Но снижать мы не собираемся. Екатерина перебирается в Иваново из Лежневского района. С покупкой квартиры девушке помогли родители. Средняя стоимость квадратного метра в этом доме 45 тысяч рублей. Квартира мне очень нравится. Покупала я ее на этапе строительства первоначального, когда только закладывали фундамент. Была готова ждать дольше, но очень рада, что уложились в сроки. Даже сдача произошла раньше. Квартиру сделали. Все нравится, отделка нравится. Обои подобраны, нейтральные, подойдут ко всему интерьеру. Нравится, что комнаты большие. И то, что очень тепло в квартире. Темпами строительства нового жилья городские власти довольны. Впервые за многие годы удалось подобраться к советским показателям. 151 тысяча квадратных метров введена в эксплуатацию. Эта квартира более чем для двух тысяч семей. 2 тысячи сто семей получили новое жилье. По разным социальным программам. В основном это ипотечное кредитование. Есть варианты получения жилья в расстрочку. Через программы, которые финансируются с федерального бюджета, из регионального, местного бюджета. Во всяком случае, если в городе идет строительство, значит город активно развивается. О медленном, но все-таки развитии Иваново свидетельствует и прирост городского населения. За последние 4 года Ивановцев стало больше на 10 тысяч человек. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова